День с толком День с толком День с толком День с толком Стихия этим вечером разгулялась и на алтайских трассах. Видимость была нулевая. Машины сдувало с дороги. Бийск также оказался в эпицентре пыльной бури. За 15 минут шквалистый ветер обрушил линии электропередач. Несколько часов в некоторых районах не было электричества. В Первомайском и Косихинском районах прошел сильнейший град. И к другой теме. Эти майские праздники жители села Ганьба запомнят надолго. Все эти дни во многих домах были серьезные перебои с водой. Вышел из строя один из насосов и седевой кабель. Он питает водозаборную скважину. Почему почти месяц проблему жители села не решают? Это пытались выяснить наши корреспонденты. Нет, это не черный чай и не суп в тарелке. Это вода из-под крана в селе Ганьба. В майские праздники водонапорных башнях случилось сразу несколько аварий. Как следствие, нестабильная подача воды, а та, что поступает, грязная. Она появляется рано утром. Это в 6 часов некачественная, грязного цвета, желтая. Ломается техника. Помыться – это вообще мечта каждого у нас уже жителя. После работы прийти что-то приготовить. Ну ладно, там можно купить водичку. Но не каждая бабушка и дедушка могут себе это позволить. Местные жители обращались с письмами в администрацию Барнаула, Ленинского района и Барнаульский водоканал. Но ответ пришел от Комитета по энергоресурсам и газификации города. В нем указано, цитирую, «Предусмотрены мероприятия по проектированию и установке систем до чистки питьевой воды на артезианских водозаборах. Срок 2023-2024 год». Конец цитаты. Соответственно, до этого времени качество воды заметно не изменится. На сегодня у нас также есть аварийная ситуация на водозаборе по переулку Советскому. Там вышел второй глубинный насос из строя вчера вечером. Заявка направлена в Барнаульский водоканал. Завтра будет устранена. На сегодняшний день две башни, которые снабжают водой жителей Ганьбы, находятся под контролем компании «Научный городок». К ее специалистам местные тоже обращались. Ведь кто, как не они, должны следить за состоянием аварийного объекта. Но в ответ получили следующее. А потом я позвонила сюда. Это был рабочий день. На что Стенка мне отвечает. Вот у меня тут пол Ганьбы работает. Всех устраивает вода. А вот молодежную 15 почему-то не устраивает. Это фрагмент общения жителей Ганьбы с главой научного городка. Официальную съемку нам проводить запретили, но присутствие не возбранялось. Елена Широких пообещала, что ремонт башен в ближайшее время проведут. И добавилось, что через 2-3 года объекты передадут на баланс фотоканала. И тогда спрос них. Любопытно. Но пока проходило собрание, в домах жителей подтекла чистейшая вода с хорошим напором. Совпадение или магия телевидения? Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Доходы бюджета края выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года на 19% и составили почти 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня министр финансов Данил Ситников на заседании правительства региона. Сегодня там рассмотрели итоги исполнения краевого бюджета за первый квартал этого года. Из федерального бюджета край дополнительно получил около 15 миллиардов. Часть денег выделена на зарплату бюджетников, социальные выплаты и оплату коммунальных услуг. Также профинансированы и региональные проекты. Их в Алтайском крае 46. В первом квартале текущего года на выполнение в крае мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, направлено 1 миллиард 995 миллионов рублей или 10% от годового плана. В ходе встречи внимание уделили не только сухим цифрам, но и проблемам людей с ограниченными возможностями. А так, например, количество доступных для инвалидов объектов за 5 лет программы выросло до 159. В прошедшем году в рамках подпрограммы адаптировано 14 учреждений образования и 13 транспортных узлов. Порядка 20,5 тысяч человек были обеспечены техническими средствами реабилитации. Около тысячи жителей Алтайского края пострадали от клещей за последний месяц. Третий из них – дети. Диагнозы настораживают. Чаще всего у жертв диагностируют сибирский клещевой тиф, а вот случаев заболевания энцефалитом или баррелиозом пока не обнаружено. Как оказать первую помощь себе и близким, куда обращаться, если хищник все-таки вас укусил, расскажет Анара Шагирова. Поехал на рыбалку, там и поймал. Правда, не рыбу, а клеща, рассказывает Барнаулиц и Грибыков. Мужчина даже не почувствовал, когда негодяй укусил его за руку. Приехал домой, но ничего не на себе посмотрел, ничего не было. А потом температура поднялась, все хуже и хуже. В больницу привезли, пятнами пошел. Казалось, клещ укусил. Врачи диагностировали сибирский клещевой рикциоз или ТИФ. В 11-й горбольнице пациентов с подобным заболеванием сейчас 10. Им предстоит пройти 7-дневный, а то и 10-дневный курс лечения. К слову, эта больница – единственный городской центр, где оказывают помощь пострадавшим от укуса клещей. За месяц в травмпункте побывали более 300 человек. Иногда сами пациенты осложняют ситуацию, неправильно извлекают насекомое. На этот случай, говорят, медработники уже лучше использовать специальные выдержки, которые можно купить в любом зоомагазине. Фиксируем. Вот он попадает сюда. И начинаем его выкручивать против часовой стрелочки. Извлеченного клеща нужно сдать в лабораторию на анализ, поскольку он может быть возбудителем не только клещевого ТИФа, энцефалита и боррелиоза, но и других заболеваний, причем одновременно. Врачи рекомендуют не надеяться на страховку, а с началом сезона поставить прививку. Когда люди страхуют себя от укуса клеща, они имеют право при укусе клеща получить гамма-глобулин. Он не полностью заменяет антитела. Да, он дает защиту, но прививка на порядке лучше защищает человека, чем этот гамма-глобулин. А вообще на природе важно соблюдать осторожность, надевать одежду с длинными рукавами и головной убор, наносить репелленты, чтобы отдых на свежем воздухе не стал путевкой в стационар. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. 16 преподавателей из Алтайского края поборются за звание мастер года. Поехать на финал конкурса в Москву сможет один из них. А сегодня в Барнауле состоялся региональный этап отбора. Мастера дали открытые уроки студентам. Подробнее расскажет мой коллега Артем Гусельников. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Иван Пономаренко уже 10 лет обучает машинистов локомотивов для электро и тепловозов. Но сегодня у него особенный урок. Все студенты приехали из другого лицея. Сегодняшний урок по теме проверка тормозного и пневматического оборудования локомотива. Считаю эту тему довольно серьезной, важной, так как малейшее нарушение по проверкам может привести к трагедии. Несмотря на то, что ученики знакомятся и с темой, и с преподавателем впервые, Иван уверен, трудностей у них не возникнет. Для этого он использует свой любимый прием. Не называет тему сразу, а ставит перед студентами задачу. И уже решив ее самостоятельно, они погружаются в предмет. Оценивает методику преподавателя комиссия. Вот этот мастер-класс в течение 45 минут, он позволяет объективно оценить мастера, его знания, его умения, его методическую подготовленность. Это все влияет на качество подготовки специалистов. Особенно важным Юрий считает умение работать с группой в комфортной для нее атмосфере. Преподаватели оценивали и в других барнаульских колледжах. Так, например, в колледже сыроделия состоялся мастер-класс преподавателя парикмахера с 17-летним стажем. Сегодня здесь плели косички не из сыра, а из волос. Сегодня я подготовила учебное занятие, мастер-класс по теме плетения косичек различными способами. То есть у меня девочки на уроке будут плести косы с использованием каниколона и лент. Дальше преподаватели ждет оценка и сравнение между друг другом по 60 критериям. От методического мастерства до использования передовых технологий. Победитель регионального этапа отправится в Москву. Там конкурсанты из разных регионов проведут онлайн-уроки, по итогам которых выберут десятку лучших. Им и будет присвоено звание «Мастер года». Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Всегда готов. Этот девиз вспомнят многие, кто рос в советское время. В этом году пионерия, в которой во времена СССР состояли практически все дети от 9 до 14 лет, отметила бы 99 лет. Как это было и чем полезен прошлый опыт для нового подрастающего поколения, расскажет Маргарита Гартунг. Они помогали старшему поколению, собирали макулатуру и продвигали в массы здоровый образ жизни. Те, кто рос в это время, вспоминают. Каждый октябренок мечтал стать пионером и ждал это событие. Пионерские отряды в России появились в 1922 году и сохранились вплоть до развала Советского Союза. В пионеры принимали детей с 9 до 14 лет, после чего уже в 17 лет в комсомол. К 1970 году Советский Союз насчитывал 23 миллиона пионеров. Ну, когда я учился, это был 1957 год, не было таких значков. Мы сами из картона делали звездочки, обшивали красным материалом. Потом уже, когда 9-10 лет, вступали в пионеры на общем собрании, отряда, принимали, голосовали, принять или нет. Сначала лучших, а потом уже других. И до комсомола, до 14 лет, пионеры, пионерская организация давала рекомендацию для вступления в комсомол. Пионерский, комсомолский, партийный. Ну, это действительно атрибутика пионера. Пионер обязан был носить галстук. Значки, горн, барабаны и, конечно же, священная клятва. Все это с теплом вспоминает экскурсовод Музея Мир Времени Александр Даниленко. Рассказывает, чтобы попасть в ряды пионеров, нужно было хорошо учиться и помогать старшим. Двоечников и хулиганов не брали, однако давали шанс на исправление. Сам же Александр вспоминает, что перед приемом в пионеры готовился очень тщательно. Даже наизусть выучил знаменитую клятву. Боже упасишь, нарушить какую-то дисциплину, получить двойку перед вступлением в пионеры. Изучали наизусть вот торжественное обещание. Я, допустим, такой-такой, вступая в ряды пионеров, торжественно клянусь. Это было нечто, знаете, ночи перед этим не спали, не готовились. Как говорится, и руки, и уши мыли. Вы же знаете, что. Кстати, еще в пионерском отряде был санитар. Носил повязку с крестиком, проверял чистоту. На сегодняшний день в России нет организации, которая объединяла бы детей по всей стране. У детских и подростковых объединений разные направления, разные атрибутики и разные девизы. Поэтому сегодня только кадры хроники позволят нам услышать тот самый, важный для каждого советского ребенка девиз. Всегда готов. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком. Этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каное уже даже посвятили специальный почтовый конверт. Эксклюзивный тираж 100 тысяч экземпляров уже доступен жителям Барнаула и его гостям. Как выглядит частичка истории, расскажем прямо сейчас. Это уже часть истории. Церемония огошения почтовых конвертов, посвященных этапу Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле. Отправить письмо с нашими спортсменами можно в любую точку мира. Специальный штемпель будет доступен до 23 мая в почтовом отделении на Ленина 54. Все это может быть и выглядит помпезно, но ведь край впервые принимает официальные международные соревнования. Только вдуматься, на гребном канале разыграют шесть олимпийских лицензий. Сделала колоссальная работа. Просто вы не представляете, какой был, в каком был состоянии канал и какой сейчас. Это канал один из лучших сегодня и в России, и также в Европе, и в мире. Люди очень настроены. Мы общаемся с спортсменами, и многие здесь заряжены, скажем так, чтобы попасть на Олимпийские игры. Это последний шанс. Соревнования на гребном канале увидят 20 тысяч гостей и миллионы телезрителей по всей планете. Всего краевая столица ждет более 400 участников из 57 стран. Получается, теперь как минимум 57 стран мира знают о существовании Барнаула. Должно все получиться хорошо, и, конечно, это не разово. Мы будем и дальше крутить историю спортивную, претендуя амбициозно на звание спортивной столицы хотя бы Сибири. Всего один день остался дайта покупка мира по гребле в Барнауле. Об этом нам еще раз напоминает его талисман «Бобер-пловец». Если мне не изменяет память, он начал отсчитывать дни до соревнований еще 230 дней назад. Город окунается в спортивную праздничную атмосферу. Думаю, вы сами могли это заметить. На улицах уже можно встретить иностранцев. Впереди нас ждет действительно историческое событие. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Не пропустите это событие. На этом у меня все новости. Через несколько секунд прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас на «22 кнопки» в социальных сетях. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok